Меня зовут Кира Смирнова, исполнительная директора Ассоциации «Все вместе». Я, на самом деле, достаточно молодой директор. В декабре 2017 года я пришла в Ассоциацию, поэтому, скажем так, опыт свежий. Еще все хорошо помню. Буду с вами делиться своими впечатлениями о том, вообще, в принципе, что это такое, каково это, чем мы вообще занимаемся, что такое ассоциация. На самом деле, мы достаточно уникальная структура, как мне кажется, в России. Есть другие ассоциации некоммерческих организаций. Я буквально вчера вернулась из командировки в Санкт-Петербург, там проходила конференция Добрых городов, на которой в том числе были ресурсные центры и интересные такие объединения, ассоциации из регионов. Я с ними пообщалась, и очень интересно было посмотреть на опыт того, как эти объединения организовывались, ради чего, вокруг какой цели. И уникальная, интересная история в том, что кто-то объединяется ради того, чтобы делать какие-то совместные проекты. Кто-то объединяется ради того, чтобы привлекать какие-то ресурсы, кто-то объединяется ради того, чтобы продвигать какие-то идеи, пиарить их совместно. И на самом деле вот эта классная и интересная история про то, что на самом деле люди с разной целью, но понимают, что именно в партнерстве сила. И это объединение дает определенную синергию. Когда 12 лет назад начиналась наша ассоциация, это была одна идея. То есть люди достаточно сильные, достаточно устойчивые, достаточно хорошие, опытные, профессиональные фонды, которые сами по себе прекрасно жили, существовали и были самодостаточными в разной плоскости, и финансовой, и управленческой, и экспертной. Но они поняли, что есть смысл объединиться. И вот это вот объединение формируется вокруг идеи, то есть идеи того, что мы должны быть вместе. Вместе нам проще обменяться какой-то информацией, проще делать какой-то проект. То есть вот это чувство локтя, вот это чувство профессионального сообщества, вот это вот было самым главным. Что мы действительно знаем, как делать благотворительность, мы опытные в этом, мы действительно хорошие. Мы знаем, что те, кто входит в это объединение, это действительно те организации, которые высокопрофессиональны. И уже именно вокруг идеи разворачивались, нарастали какие-то проекты, какие-то продукты. Формировалось за вот эти больше, чем 10 лет, периодически даже менялось самосознание организации, чем мы должны заниматься, ради чего мы существуем. Потому что это эволюционный процесс. То есть если сначала это была такая вот группа людей, которая объединилась для того, чтобы просто быть вместе, обмениваться, поддерживать друг друга, то спустя какое-то время стали появляться уже какие-то проекты. То есть первый грант, который был получен на развитие такого экспертного сообщества. То есть те эксперты, которые были вот в этих суперкрутых благотворительных фондах, поняли, что они могут свой опыт транслировать. То есть появился такой вот экспертный продукт, который можно было нести в какие-то другие благотворительные организации, рассказывать в регионах и так далее. Следующим этапом у нас появилась возможность поддерживать фонды ресурсно. Благодаря тому, что открылся благотворительный магазин «Лавка радостей». Это такой «Лавка радостей». Это сейчас целая сеть благотворительных магазинов в Москве, их пять. И это такой, получается, непрофильный актив для ассоциаций. Это был очень долгий период времени, когда «Лавка радостей» развивалась очень активно и привлекала ресурсы. Что это такое благотворительный магазин? Это место, куда люди могут принести какие-то свои ненужные вещи в хорошем состоянии. А другие люди, которые, может быть, не могут себе чего-то большего позволить, или просто они сознательные, они хотят, понимают о том, что вообще-то, в принципе, у нас перепроизводство всего на свете. И вот эта вот такая потребительская сознательность, она приводит к тому, что люди действительно приходят для того, чтобы найти какую-то классную, интересную вещь. Там действительно выбраны очень интересные, нужно найти что-то уникальное, то, чего нет в масс-маркете, например, какие-то такие вещи. И, собственно, этот благотворительный магазин привел к тому, что у нас появилась ресурсная поддержка некоммерческих организаций. То есть у нас появился сначала склад, условно говоря, который нужен был для «Лавки радостей». А склад – это возможность передавать что-то еще для фондов. То есть у нас очень большое количество партнеров среди коммерческих организаций, которые нам передают в большом количестве что-то, и мы, соответственно, это распределяем по фонду. Например, 8 тонн продукции «Тетропак». Ну, понятно, что ни один фонд 8 тонн не сможет взять. То есть это очень большие объемы, а когда их, вот сейчас у нас 54 фонда, это, естественно, расходится практически в лед. То есть у нас приходят очень большие такие партии чего-нибудь, это все действительно полезные и важные вещи. Там и какая-то мебель, и одежда, и продукты питания. Очень многие фонды работают с регионами, очень многие фонды работают с разными подопечными, с домами престарелых, с детскими домами, с учреждениями в других регионах, где это все абсолютно актуально. Поэтому такая вот поддержка появилась. Ну, какие-то другие ресурсные вещи, которые для большинства фондов, вот даже тут моя предшественница Катя Шергова говорила про то, что мы стараемся всегда все, что можно получить бесплатно для фондов, мы всегда стараемся делать это бесплатно. И такая вот ресурсная поддержка, она тоже на самом деле очень... Ну, доставку мы оплачиваем. Безусловно. Ну, бывают партнеры, которые сами доставляют, да, бывают ситуации, когда партнер не готов это делать, да, и тогда это за наше происходит. Вот, ну, в общем, стараемся договариваться, находить. У нас был долгий период времени, когда мы сотрудничали с транспортными компаниями, которые тоже какое-то количество перевозок нам предоставляли бесплатно. Потом это закончилось, и у нас была целая программа, когда мы оплачиваем транспортные расходы фондом. Потому что это достаточно сложно найти на это деньги. Очень сложно найти. Например, на лечение пациенту, который приезжает в Москву, можно найти деньги. А, допустим, привезти его из аэропорта в Москву или там доставить до больницы, это очень сложно. Или, например, маломобильные какие-то подопечные фонды, да, которых нужно куда-то перевезти. Это достаточно, это не очень понятный такой вот для жертвователя вид расходов, да. Ну, зачем оплачивать кому-то такси, казалось бы, да. На самом деле это очень важно, ценно. И вот мы пытались закрывать какие-то вот такие вот вещи, которые фондам бывает сложно сделать самостоятельно. Вот. Кроме того, там у нас стали появляться какие-то экспертные продукты, да. Там появилось свое помещение, которое нам дал город Москва несколько лет назад, безвозмездно. Это такой небольшой тоже дом для некоммерческих организаций, да, где они могут привезти у нас... Коммуналка тоже есть? Нет, коммуналка мы платим, да. Коммуналка мы платим, она достаточно большая, но, как бы, тем не менее, это все равно хорошая такая, хорошая помощь от города. Да. Собственно, там есть помещение, где можно проводить свои мероприятия, какие-то семинары, встречи с волонтерами. И там же проходят наши какие-то мероприятия, обучающие для фондов. То есть это там какие-то тренинги, какие-то встречи, встречи, где можно обсудить какие-то определенные темы. Там узкопрофильные, вот, например, там у нас была очень интересная встреча по лекарственным обеспечениям, где фонды просто приходят, условно говоря, да, и друг с другом делятся опытом о том, как помогать своим подопечным получать от государства вот эту вот бесплатную медицинскую помощь, там, или лекарственное обеспечение. Там приглашали юристов, которые тоже вот в этой теме опытен, и в том числе там несколько судов выиграл по этому вопросу. Да, и, соответственно, это же, этому нигде не учат. Ну, то есть нельзя открыть книжку и вот найти эту информацию. Каждый фонд... Расписание у вас на сайте может быть в ближайшем? Нет, 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 нет. Расписание, ну, то есть мы это анонсируем для наших фондов. У нас есть внутренний инструмент коммуникации, где мы это объявляем, рассказываем о том, что у нас будет происходить. Так вот, я говорила, что каждый фонд, он пытается найти вот этот вот, нащупать этот путь самостоятельно. И у каждого он действительно рецепт, да, который оказывается для него спешен, он свой, индивидуальный. Поэтому, когда мы вот встречаемся и обмениваемся с такой информацией, это действительно оказывается ценным, потому что мы можем друг у друга чему-то учиться. Ну, вот у нас есть коммуникационная такая платформа, у нас есть инструменты для того, чтобы фонды друг с другом обменивались информацией, да, соответственно, что-то можно спросить, можно что-то отдать, можно что-то попросить совета. Ну, то есть это такая вот важная, важный очень элемент сообщества, вокруг чего, собственно, строится все это, да. То есть не только очные встречи, но и вот такая коммуникация онлайн. На самом деле, что вот интересно про именно директорство, да, и про управление, потому что, мне кажется, что тема у нас была именно про то, как быть директором, да, организации. И когда пришла, сразу погрузилась в, ощутила, скажем так, на себе, что это действительно отличается от какой-либо другой системы управления, ассоциации. Что это такое? У нас супер-демократическая система управления. Я бы даже сказала, демократическая, наверное, с элементами меритократии. То есть у нас есть общее собрание всех членов, да, у нас сейчас 54 фонда входят в ассоциацию. Соответственно, все эти фонды встречаются на общих собраниях и принимают какие-то важные решения. Самые ключевые решения о том, как должна развиваться ассоциация, о том, какие проекты она должна реализовывать, например, кого мы принимаем в ассоциацию, кого мы не принимаем в ассоциацию. Это все решается только на общем собрании. И, соответственно, под общим собранием идет совет ассоциации. То есть совет ассоциации тоже выборный орган, его выбирает общее собрание. Сейчас у нас там 9 человек. Это либо директора фондов, которые тоже входят в наше собрание, либо в общем люди... Там одна девушка у нас работала, например, в ассоциации. Один, там, тоже членов нашего совета, она была директором фонда. Потом вот за время, пока она у нас в совете, как бы перестала им быть. То есть у нас могут быть в совете люди, которые не являются директорами фондов, входящих в ассоциацию. Но как бы преимущественно это все-таки те люди, которые представляют фонды. Вот, то есть это такой вот второй уровень управления. Соответственно, они принимают тоже там важные, очень важные решения. И под ними уже исполнительный директор. Я иногда шучу, что я очень исполнительный директор. Потому что у меня такая система управления. То есть для того, чтобы реализовать какую-то свою идею, которых у меня порой бывает очень много. Я там такая энергичная и периодически что-нибудь эгегей хочется сделать. А мне вот тут сначала в совет ее нужно провести. Соответственно, потом в общее собрание. И это прямо такой процесс. На самом деле, действительно интересная структура. Потому что у меня там опыт управленческий достаточно серьезный. Первая вообще моя работа, на которой я оказалась 20 лет. И через два месяца мне мой руководитель сказал, а давай ты будешь моим заместителем. Ну как бы я, видимо, обладая природной смелостью и каким-то парадоксальным безграничным упорством, сказала, давай. И в общем, как бы с тех пор у меня вот есть такой, как бы определенный бэкграунд, да, есть там опыт, как бы не сказать, что я там когда-то к чему-то такому стремилась или там толкалась локтями. Нет, абсолютно. То есть как бы оно так вот у меня шло и шло. Вот. И там работала в разных, скажем так, системах управленческих. И это совершенно ни на что не похоже. Например, когда первый раз пришла на собеседование, к своему совету, я встретила Володю Берхина, члена нашего совета. Он мне сказал, ты правда хочешь, чтобы тебе был один из начальников? У нас тогда было 11 человек в совете. Я сказала, а почему нет? Конечно, все такие прекрасные люди. На самом деле, действительно, у нас очень классные, интересные люди в совете. Но есть сложности, потому что это все личности, да, со своим опытом, со своим видением, со своим вкусом, да, и порой это бывает сложно. Объединить это все в какое-то единое решение, да. Я вот всегда говорю про то, что там быть директором – это про ответственность. И вот когда ты понимаешь, что ты вроде директор, да, то есть ты несешь юридические все риски, административные, уголовные, репутационные все, но при этом у тебя есть там над тобой совет, собрание, да, и ты как бы в любом случае, ну, окончательные решения, условно говоря, там принимаются другими людьми. Но при этом ответственность не может быть коллективной, да, коллективной может быть только безответственность. Это, конечно, шутка, но на самом деле. Но мы порой просто для того, чтобы достигнуть консенсуса, приходится очень много проводить встреч, переговоров, да, то есть это такой серьезный процесс, явление. Вот, когда я пришла в ассоциацию почти два года назад, так сложилось, что прекрасная команда там координаторов как раз вот той самой поддержки фондов, которая, ну, ни при каких условиях не могла остановиться, потому что это самое основное, да, основная деятельность профильная для того, чтобы мы вот поддерживали фондов. Там было три человека в этой программе, они были действительно классные, слаженные, и вот они ушли в другой фонд за директором, за старым. Вот, и мне пришлось за две недели, вот как мы меня предупредили, найти троих людей, обучить их вести в курс дела, для того, чтобы вот этот вот паровоз, который ехал по рейсам, ну, как бы не встал, да, его нельзя было остановить. Вот, и в тот момент я столкнулась с тем, что действительно очень сложно найти хороших людей в НКО. Людей, которые, ну, не просто умеют что-то делать руками, а еще понимают зачем. Потому что у нас вот все строится вокруг зачем. Без понимания смысла, без понимания каких-то идей очень сложно работать. Потому что работы очень много, она не самая простая по своему содержанию. И когда ты не видишь, когда это не откликается внутри у тебя, да, ты не сможешь, мне кажется, в этом работать. И второй момент очень важный. Ну, у нас мало, у нас не очень большая организация. У нас сейчас 15 человек там всего, с учетом тех, кто работает на договорах ГПХ, но вот основной такой костяк, скажем, кто работает над программами, это человек там 6, условно говоря, да. И это должна быть команда. Вот я просто искренне верю в то, что без вот именно такого командного духа очень сложно двигаться в такой ситуации. И люди ведь действительно разные, да. Вот кто-то индивидуалист, а кто-то разделяет командные ценности. И мне было очень важно, чтобы у нас была в организации такая вот команда, действительно, которая и может друг друга поддержать, и не даст в какой-то момент там чему-то свалиться, если кто-то вдруг выключился, там уже все люди, мы все живые. И это процесс, который я вот прямо отстраивала долго, в то, во что я лично вкладывалась. И когда у нас появилась такая идея сделать такую программу по поддержке кадровой для НКО, я прямо за нее ухватилась, и мы это реализовали. И сейчас, мне кажется, что это очень-очень востребовало. У нас есть HR, которая помогает фондам находить людей, находить вот тех самых сотрудников, которые будут отвечать нуждам их, да, людей. Она психолог по образованию, она понимает вот про эти психотипы, да, про то, как люди друг к другу сойдутся, не сойдутся, какой конкретно человек нужен, да, не только по функционалу, но еще по каким-то личностным характеристикам. Вот, и у нас это, у нас стоит очередь просто за ней, потому что это уникальная услуга, на рынке, мне кажется, больше такого нет. Тем более, что это профессионал, именно который работает уже там десятилетиями с НКО, и понимает вот структуру, специфику, да, потому что действительно у нас есть особенности в работе некоммерческих организаций. Вот. Строила команду, вкладывалась в людей. Первые, наверное, полгода, как я пришла работать в ассоциацию, я просто жила на работе. То есть меня дети не видели, муж забыл, как меня зовут. Вот. Но, как бы, ты какое-то время вкладываешься в процесс, в построение системы, потом она начинает работать. И вот когда ты понимаешь, что вот оно, вот оно, оно начало работать уже само, да, то есть колесики закрутились, не то, что ты вот стоишь, как этот кочегар, и подкидываешь туда дров или чего-то там такого, своей энергии, своих мыслей, да, когда ты понимаешь, что вот они уже сами начали, да, ты их подрастил, и они уже, команда уже может сама делать. У нас было первое мероприятие, когда мне нужно было уехать на стажировку в Англию, я бросила команду фактически вот так вот осиротевшую на душевном базаре, и они собрали 180 тысяч рублей без меня, сделали все шикарно, были довольны, сами счастливы, я подумала, вот оно, вот оно, наконец-то, да, я их подрастила. Первое время я помню, что я уходила с работы на какую-нибудь встречу, и каждый раз что-нибудь случалось, какой-нибудь там, какой-нибудь волк приходил, и там козлят этих бедных мучил. На самом деле, действительно, мы все растем, да, и люди, которые приходят в организацию, для них это новое зачастую, да, координаторы. Координаторами никто не учит нигде быть, у нас самая распространенная профессия – это координатор. Что это такое за зверь, да, никто не понимает. Это, в общем, невозможно практически ни в какую НКО прийти и уже знать, как это делать. Ну, в большинстве случаев, да, то есть везде какая-то уникальная история, какие-то уникальные технологии, методы работы, да, то есть мы вот вместе, можно сказать, так растем с командой. У меня есть особенность, я очень люблю вообще видеть, как люди растут, наблюдать, как они раскрываются, да, а когда ты веришь в своих сотрудников, у них начинают плечи расправляться, крылья появляться. И мы стараемся, в общем, под каждого сотрудника, в каждом сотруднике, скажем так, видеть вот уникальность. Например, ко мне пришла девушка фандрайзером, оказалось, что у нее историческое образование, и она прекрасно знает про историю развития благотворительности. И на этой волне мы запустили цикл экскурсий по местам московской благотворительности. Казалось бы, да, ну вот она фандрайзером пришла, и мы сделали вот такую... И она, кстати, была тоже там, был фандрайзинговый элемент, потому что это можно было делать возмездно, да, за пожертвование. Мы пытались вот такую вот программу делать. Это, на самом деле, очень интересно, и это было, конечно, и для наших фондов, да, потому что и волонтерам, и сотрудникам тоже было очень интересно это сходить. То есть это не про то, что мы специально это готовили, а про то, что вот есть талант у человека, вот он к тебе уже пришел там работать, да, у него есть определенный функционал, и ты понимаешь, чего ты от него хочешь. Но он же, у него же есть еще там такой багаж классный, который можно использовать. Или вот другой пример, тоже девушка у нас работает, она занимается как раз программой поддержки фондов, у нее очень много рутинной технической работы такой, но выяснилось, что она еще и знает там немножечко про дизайн, вот она делает годовые отчеты, а сейчас выяснилось, что она вдруг еще может написать фандрайзинговые письма. Ну, то есть это такая очень живой такой организм, вот наша именно организация, да, то есть если ты внутри оказался, и ты хочешь, например, развиваться вот в каком-то направлении, то я стараюсь это всегда поддерживать, особенно когда у человека действительно есть искреннее желание расти и развиваться. У нас на самом деле в секторе есть возможности для того, чтобы получить какие-то знания, какое-то обучение минимальное. Нельзя сказать, что все хорошее, но в принципе возможности есть. Вот, и тех, кто хочет, я всегда очень поддерживаю и стараюсь, чтобы люди росли и как-то вместе, вместе с ними всегда и растет организация, потому что это неотделимые такие процессы. Наверное, надо поговорить про сообщество, да? Сообщество. 54 некоммерческих организации у нас сейчас, они очень разные. Кто-то помогает детям, кто-то помогает взрослым, кто-то помогает животным, кто-то старикам. То есть мы никогда не объединялись по какому-то вот тематическому признаку. И, в общем, открыто для всех абсолютно, да. У нас так просто исторически сложилось, что у нас нет экологических организаций, нет каких-то ВИЧ-сервисных, нет правозащитных организаций. Ну, в общем, это историческая просто такая данность. Но у нас очень сложная система валидации. То есть мы не рекрутируем, не призываем НКО вступать к нам, у нас совершенно такого нет. Наоборот, мы такое достаточно закрытое сообщество, и к нам еще достаточно сложно попасть, да? То есть у нас есть определенные там критерии, требования, которым нужно соответствовать в части прозрачности, открытости, там, способов ведения фандрайзинга. Обязательно, если у организации нет, например, годовых отчетов, то, ну, как бы даже не стоит попробовать к нам вступить. Вот. Достаточно, как мне кажется, простые и понятные вещи для тех НКО, которые давно на рынке, которые знают, что такое свой, ну, вот, авторитет, прозрачность, честность, да. И, как правило, те организации, которые к нам вступают, они всем вот этим вот критериям уже отвечают. Ну, и кроме того, у нас обязательное условие – это рекомендации. То есть мы хотим, чтобы те организации, которые вступали к нам в сообщество, были с нами знакомы, да, чтобы мы знали, кто эти люди, чем они занимаются, какие программы они ведут. И, ну, постольку, поскольку большинство фондов, которые работают, которые входят уже в нашу ассоциацию, они много лет в своей сфере, да, работают опытные. Как показывает практика, допустим, в своем узком сегменте не знать какую-то другую организацию, да, которая занимается той же самой темой, ну, это довольно странно, да, то есть в большинстве случаев мы, в общем, друг друга хорошо знаем. И поэтому тем организациям, которые, ну, хотят к нам вступить, да, опытным, действительно, которые работают на рынке давно, им не бывает очень сложно, да, попросить рекомендацию у кого-то из, там, членов совета, из членов собрания. У нас должны быть обязательно две такие вот рекомендации. Вот, то есть мы не проводим оценку, допустим, каких-то программ, проектов. Мы вот именно экспертно рекомендуем эти организации к вступлению к нам, да. Мне кажется, что на самом деле вообще в принципе сообщество НКО, оно достаточно узкое. Мы как бы хотя бы в лицо очень многие друг друга знаем, да, вот, это, вот, Питерская конференция добрых городов, она показала, что там 180 городов. Это некоммерческие организации из совершенно разных регионов, из Дальнего Востока, из Сибири, из центральной европейской части России. Мы туда приезжаем, и, в общем-то, лица знакомые, да, в большей части, то есть какая-то часть, конечно, знакомая, но мы, в общем-то, то есть это по всей России. А когда мы говорим про то, что мы принимаем только московские организации, и странно, когда мы не знаем московскую организацию, да, особенно, которая вот уже там заявляет о своей опытности и экспертности. Вот, поэтому это такой важный критерий. С новыми организациями вы не занимаетесь вообще делом акселераторами? Акселераторами? У нас нет никаких акселераторов. Нет, акселераторы, это совершенно не наша тема, у нас, наоборот, такое сообщество опытных организаций, которые... Ну, у нас формально требование, чтобы организация существовала год. Ну, это формально. Да, ну, я просто знаю организации, которые, допустим, вот есть организация, которая, скажем так, зарегистрирована была год назад, но команда этой организации работала до этого, ну, как бы в другой структуре, и мы, в общем, их хорошо знаем, и я знаю, что им не будет проблем получить такую рекомендацию от членов совета и от собраний, потому что они достаточно известные, они, там, мы знаем, чем они занимаются, они хорошо работают, они прозрачны, ну, в общем, такие случаи есть, но это не регулярная история. Вот, то есть в основном, конечно, у нас такое сообщество опытных. И система принятия решений, она тоже такая многоступенчатая, принятие решений о вступлении новых организаций к нам, то есть сначала весь этот комплект документов попадает ко мне, к менеджменту, мы их анализируем, смотрим, соответствуют ли они, не соответствуют каким-то нашим критериям формальным, да, там проверяем отчетности, все остальное. Вот, затем решение принимать совет, причем совет должен проголосовать единогласно, то есть если даже один член совета против, то решение не выносится на общее собрание. Общее собрание должно проголосовать за, две трети голосов должно быть за, не меньше. Ну, то есть, как правило, самый сложный барьер, это, конечно, совет, потому что там единогласное решение, и тоже люди, которые работают в разных сферах, кто-то работает по теме сиротства, кто-то занимается лечением, ну, в общем, очень разные организации, и, как правило, все понимают, кто к нам приходит, кто эти люди, кто, что это за организация. Вот, у нас есть действительно случаи, когда мы отказывали в приеме очень хорошим, известным организациям по каким-то формальным признакам, ну, вот, нет годового отчета в организации, а мы их, ну, мы, в принципе, их даже знаем, мы понимаем, что это за люди, но, ну, вот, нет, делайте, приходите, в следующий раз, то есть, это же не окончательный отказ, да, мы готовы сотрудничать, у нас даже есть такая практика, что мы говорим, вы знаете, у вас как бы годовой отчет не очень показателен, мы готовы вам вас проконсультировать, готовы вам помочь сделать его действительно хорошим, прозрачным, чтобы вы выглядели, как такая достойная организация в вашем отчете, мы подсказываем, как это сделать, мы, как правило, вот кто-то из членов совета берет на себя вот это вот, вот это общение с конкретной организацией, там, если они по профилю совпадают, да, то, в общем, и мы помогаем это сделать. Это не то, чтобы суперчасто происходит, но такое у нас есть. Соответственно, каждый, каждый новый член, приходя на общее собрание для того, чтобы за него проголосовали, рассказывает о себе, да, потому что кто-то может не знать. Мы стараемся, чтобы человек вошел в организацию, в сообщество, ну, не просто так, чисто формально для галочки, а был представлен, рассказал о себе, собственно, потом мы представляем его общие наши рассылки, человек там с контактами, со всем остальным, да, чтобы он стал частью сообщества, да. У нас, наверное, важная составляющая нашей ассоциации – это такая взаимопомощь. Когда возникают какие-то ситуации, когда фонд сталкивается с проблемой или с определенным вызовом, мы объединяемся, пишем какие-то совместные письма, поддерживаем, да. У нас был абсолютно курьезный случай на эту тему, когда чуть больше года назад должен был быть принят законопроект, который регулирует деятельность ВИЧ-сервисных организаций. То есть ВИЧ – это очень непопулярная тема в России, и очень мало людей жертвует на такую помощь. И эти организации зачастую получают помощь из-за рубежа, грантовую помощь. И вот, собственно, прописывался такой механизм, который заставлял бы эти организации, после того, как они получили грант, подавать сведения о проекте, об этом гранте, о доноре в Минюст. И, соответственно, Минюст в течение некоторого срока должен был это рассматривать. Это очень неудобная схема, потому что западные грантодатели вряд ли готовы были бы ждать после того, как они уже одобрили эту заявку, пока там наш Минюст решит и даст добро. И это фактически парализовало бы деятельность таких ВИЧ-сервисных организаций. И вот у нас нет ни одной ВИЧ-сервисной организации, и нет людей, которые про это понимают. Но у нас в нашей общей группе, где мы обсуждаем такого рода вещи, тут же возникла идея, что давайте мы напишем письмо и обратимся, и заявим, что это так неправильно, и нужно что-то изменить. И все тут же начали писать, да, мы поддерживаем, мы поддерживаем. При этом у меня даже не было письма, текста этого письма, не было людей, которые готовы понимать, как фактуру, как правильно, грамотно, юридически, что мы не работаем в теме. А любое такое обращение должно быть составлено крайне грамотно, иначе это будет выглядеть странно. Мне пришлось искать партнерские ВИЧ-сервисные организации, которые готовы были. Они очень удивились силе нашего сообщества. Но это вот про такое чувство локтя, про то, что мы действительно стараемся помогать и поддерживать какие-то вот такие моменты. Ну, наверное, можно рассказать про историю с фондом Настенька и в НИИ имени Блохина. Там сейчас происходят очень странные вещи. В общем, там разгорелся конфликт внутри НИИ, детская онкология, гематология. И какая-то часть сотрудников уволилась. В общем, не буду вдаваться в подробности, но в СМИ пошла информация о том, что скандал разгорелся из-за фонда, который там работает. И пошли очень странные комментарии, которые не могут даже просто соответствовать действительности, потому что, например, говорилось о том, что фонды закладывают в свои сметы зарплату врачей, которые работают в этой организации. А фонды на минуточку никогда сметы вообще в принципе в таких случаях не составляют. Они оплачивают счет, который выставляет больница. То есть вот есть пациент, на которого нет квоты, или не гражданин, например, или там квоты закончились. А он приходит в фонд, больница выставляет счет, и фонд оплачивает этот счет. И, собственно, нет никакой сметы, которую фонд формирует в этот момент. А как уже дальше больница распоряжается этими деньгами? Ну, это, в общем, не зона ответственности фонда абсолютно. В общем, вот такие странные вещи стали появляться. И тоже вот мы выпустили такое письмо поддержки в пользу, не в пользу, да, письмо поддержки фонда Настенька, потому что этот фонд существует 17 лет. Джамиля Алиева, его бессменный директор, она учредитель ассоциации все вместе. То есть мы действительно давно знаем и фонд этих людей, и понимаем, как они работают. Это действительно прозрачный фонд, очень открытый, и регулярно проходит аудит, например, да, который тоже все могут посмотреть. В общем, когда идет борьба в СМИ, там маленький фонд может быть просто не услышан. А когда есть сообщество, и вот такое письмо поддерживает, например, фонд «Подари жизнь», фонд Хабенского, фонд «Адвита», который тоже занимается онкологией, там больше 20 организаций подписались под этим письмом. И это даже если это не сыграет какую-то там, не знаю, юридическую роль, но это просто вот наша поддержка, наше теплое, понимание того, что мы действительно все вместе, и в какой-то такой тяжелый момент мы можем быть рядом и поддерживать друг друга. Про поддержку, взаимопомощь, про профессионализацию нашего такое вот важное, как мне кажется, самое ценное и самое главное. Ну, собственно, про определенные там семинары, тренинги, встречи я уже сказала. У нас есть очень интересная еще форма поддержки. Тоже где-то года полтора назад мы познакомились с ассоциацией, международной ассоциацией коучинга и начали с ними дружить. И они стали представлять нашим фондам, директорам, ключевым сотрудникам возможность работать с коучами ProBono, то есть на безвозмездной основе. И это их так вдохновило, что они даже зарегистрировали свою некоммерческую организацию, то есть это такой партнерский проект, можно сказать, двух ассоциаций. И как бы это такая вот поддержка, скажем, абсолютно нематериальная, в общем, это сложно померить. Когда люди, которые долго работают в этом секторе, там сталкиваются с, не знаю, эмоциональным выгоранием, с тем, что работа сложная, фонды, там, помогающие в лечении, они, там, зачастую сталкиваются с тяжелыми ситуациями. Кто-то, кого-то не удается вылечить, да, там, кто-то помогает людям в психоневрологических интернатах. Да, ну, то есть тяжелая тема, очень болезненные хосписи. И мы понимаем, что действительно, вот такая помощь, не ресурсная, а она тоже очень актуальна и очень важна. И вот у нас больше, все больше появляется, да, то есть вот эта вот кадровая поддержка, когда мы помогаем найти людей, потом мы их поддерживаем. У нас проходят семинары, встречи, какие-то тренинги для этих людей. То есть это вот переход на какой-то более такой нересурсный, вот как по пирамиде Маслова, да, на какой-то более высокий уровень. И в том числе такая экспертная площадка, потому что тоже вот к нам приходят организации, и говорят, вот нам нужно провести, допустим, семинар, вебинар. А у нас в нашей ассоциации масса специалистов прекрасных, масса экспертов по самым разным темам. И вот у нас достаточно удачно получается подбирать, под какие-то такие, рекомендовать экспертов. Или вот сейчас тоже мы запустили такое тоже, такое отдельное направление, целое, консалтинговое. Когда к нам приходит организация, это, как правило, какой-то корпоративный боготворительный фонд, который запускает новые программы. И им нужна помощь, такая вот методическая, экспертная в разработке, собственно, стратегии. То есть фонд хочет помогать сиротам. Ну, понятно, что сиротам можно помогать самыми разными способами. Как правило, первое, что приходит людям в голову, это пойти и одарить их чем-нибудь. Ну, я думаю, что люди уже поняли, что это не самый лучший способ. А вот как правильно помогать, это зачастую не самые очевидные вещи. Мы подбираем таких экспертов, которые могут включиться в рабочую группу по конкретной теме, подсказать, проконсультировать. В общем, разрабатываем такие штуки. То есть это вот получается эволюционный процесс, да, от просто желания объединиться быть вместе до какой-то, через какую-то ресурсную историю, да, поддержку материальную к, там, не знаю, коммуникационным вещам, к экспертным вещам, к вот такой вот более, скажем так, более экспертной помощи. Это по-разному, очень по-разному. Потому что есть, например, случаи, когда к нам приходит фонд, который входит в ассоциацию, и вот последний случай говорит там, у нас серьезные проблемы, у нас нехватка финансирования, помогите, ну, подскажите вообще, что делать, куда бежать. И, конечно, в этой ситуации это наш фонд, который мы хорошо знаем, он входит в ассоциацию, в наше сообщество. Мы собираем среди нас таких вот добровольцев, которые собираются вместе и садятся, обсуждают, как можно помочь, что можно сделать. Может быть, можно кого-то из своих, не знаю, ресурсов подтянуть, какие вообще действия может предпринять этот фонд. Ну, то есть это по факту такой антикризисный менеджмент. Вот, это, конечно, делается на безвозмездной основе, да. Мы находим добровольцев. Вот, если же к нам приходит, допустим, компания, которая говорит, вот, сторонняя компания, да, у нас коммерческая структура, вот у нас сейчас два таких серьезных, больших проекта, когда приходит компания, говорит, вот мы открываем фонд. В одном случае мы открываем фонд, в другом случае там фонду уже 10 лет, но они, как бы, в общем, мало работали, да, какие-то отдельные вещи выполняли, вот просто потому, что учредителю захотелось помочь в действии, и они вот это делают. Все не было системно, это не были какие-то такие разработанные серьезные программы, и вот они хотят это делать на какой-то системной постоянной основе и с разработанными нормальными серьезными программами. И вот они к нам обращаются, да, в обоих случаях мы им еще и директора ищем, потому что наш кадровик, который хорошо поднимает в НКО, она помогает им найти человека, который будет, ну, способен это вести, и будет идейно это поддерживать, и потом уже дальше будет включаться вот в нашу совместную с ним работу по разработке такой вот дальше стратегии. Это такая, получается, что вот эти наши проекты, они, казалось бы, такие разные, они в итоге в связку, в сцепку друг с другом садятся, да, и опять же, вот мы нашли директора в этот коммерческий фонд, да, не коммерческий, там, учрежденный коммерческой организацией, да, мы тоже можем предложить коучу, условно говоря, да, можем предложить дальнейшую какую-то поддержку. В общем, эта история такая достаточно серьезная и долгоиграющая, вот, и она постоянно развивается, потому что идей, куда идти, очень много. Опять же, да, вот если смотреть на другие ассоциации, которые возникают в регионах, мы понимаем, что возможностей, которые возникают вокруг объединения, их очень много, то есть кто-то действительно делает проекты, только связанные с пиаром, вот, встречалась на днях с альянсом некоммерческих организаций Тюмени, вот у них вот основное, да, это то, что связано с продвижением, насколько я... НКОшный проект, но связанный с пиаром? Они продвигают идеи благотворительности, они продвигают какие-то свои проекты, НКОшные, они объединяются для реализации проектов, да, то есть это же не пиар какой-то там, чего-то коммерческого. Конечно, потому что, ну, на самом деле, вообще, в принципе, НКО, да, некоммерческая организация, у нее те же самые функции, как и у коммерческой, да, то есть по идее должна быть бухгалтерия, управленческий аппарат, у нее должна быть, должен быть пиар, иначе сложно привлечь средства, да, не рассказывая себе, не говоря. Очень многие организации, которые не просто, например, занимаются лечением, занимаются какими-то системными вещами, там еще более сложно, да, потому что, например, повесить фотографию ребенка, на которого ты собираешь, да, рассказать его историю, да, это тоже дело, которое нужно сделать, и тоже нужна аудитория, которая эту фотографию видит и сможет помочь этому ребенку. А если речь идет о каких-то более серьезных вещах, не знаю, там, условно говоря, там работа с, не знаю, сейчас в голову просто пришло, травлей в детей, подростков в школе, да, вот есть фонд, который только этим занимается, да, там травли нет, но это же тоже отдельная совершенно тема, ты не показываешь фотографию, да, там ты, там прекрасно все с пиаром, я не знаю, но есть разные темы, которые, ну, которые нужно продвигать, это вот про идею, да, то есть мы говорим о том, что есть идеи, помимо того, что просто люди собирают деньги, да, НКО это же не перекладывание из одного кармана в другой, даже если НКО занимается просто лечением, это масса других вещей, которые она делает, помимо сбора денег и оплаты счета, да, то есть если приходит, например, какой-то пациент и просит собрать средства на лечение, например, там, не знаю, где-нибудь в Израиле, фонд обязательно сделает проверку вообще всего, да, и пациента, и клиники, и соберет еще третье мнение врача, да, вообще нужно ли такое лечение, а нужно ли вообще вот именно это, может быть что-то другое, можно ли это сделать в России, да, то есть это целая экспертиза, и у таких фондов есть экспертные медицинские советы, есть врачи, которые их консультируют постоянно, то есть это огромная работа, поэтому, конечно, в НКО должны работать профессионалы, в НКО должны работать люди, которые получают зарплату, потому что ты сталкиваешься с тем, что люди, как правило, не понимают этого, да, ну, это же, это работа, которую, ну, как бы невозможно делать на волонтерских основах долго, потому что ты, например, тебе приходит там, не знаю, случай с ребенком, который, которого нужно срочно вылечить, а он умирает, и ты вот, как ты, ты же это все переживаешь, да, это невозможно абстрагироваться и вот, ну, не видеть, не слышать того, что вот, того, с чем ты работаешь, как правило, люди, которые работают в НКО, конечно, безусловно, идейны, безусловно, не понимают, зачем они это делают, но невозможно это делать постоянно на волонтерских основах, это профессионализация, то есть как бы вот, как наш сектор, вообще, некоммерческих организаций в России, он достаточно молодой, да, то есть не было в Советском Союзе некоммерческих организаций. В 90-е годы что-то начало появляться, но это были такие отдельные, единичные случаи, как правило, там были понятные доноры из-за рубежа, там какие-то серьезные фонды, которые поддерживали развитие некоммерческого сектора в России. Потом в 2000-х постепенно, как бы, они из России ушли, и, да, там совершенно другая, ну, скажем так, конфигурация сектора стала варисовываться, да, то есть все, нет вот этих вот крупных западных доноров, и стали появляться фонды, которые просто привлекают средства людей, да, вот эти по 100 по 50 рублей. И, конечно, люди, которые приходили, изначально это были энтузиасты, это были люди, которые с чем-то столкнулись на своем личном опыте, да, там увидели, например, не знаю, столкнулись с какой-то ситуацией, и вот, ну, неравнодушно, не смогли пройти мимо, начали что-то делать, вот, но понятно, что год от года это все профессионализируется, то есть вот это вот просто, когда все занимаются всем, в конце концов, должно упорядочиваться, да, люди должны понимать, что вот есть там, не знаю, пиар, и это хорошо, это нормально, он должен быть, да, там есть фандрайзинг, привлечение ресурсов, и это отдельное, вообще, отдельные люди, которые умеют, которые готовы это делать, да, это же сложно, написать кому-то, допустим, письмо с просьбой помочь, вообще-то не каждый это может сделать, да, попросить о помощи у человека, которого ты не знаешь, да, и зачастую получить отказ, или не получить вообще никакого ответа, это психологически сложно, поэтому это определенные люди, которые должны быть профессионалами в этом, которые готовы это делать, которые азартны, им нравится вот это вот привлечение ресурсов, поэтому, конечно, они должны профессионализироваться, поднимать свои постоянные свои скиллы и улучшать. Сейчас очень много действительно на секторе, мне кажется, возможностей поучиться, кто только не учит некоммерческой организации, очень большое количество всяких разнообразных вебинаров, семинаров, там, часовых, двухчасовых тренингов, да, не все из этого хорошее, не все из этого действительно имеет смысл, да, особенно, ну, вот в том сообществе, где мы работаем, да, опытных достаточно некоммерческих организаций, вообще достаточно сложно найти хорошие, вот, хорошие возможности поучиться, потому что люди уже с определенным опытом туда приходят, да, либо люди приходят без опыта, но они его получают внутри организации, вот как у меня, например, было, да, когда я набирала новую команду практически с нуля, и люди приходили в основном без опыта в некоммерческих организациях, да, они учились фактически на своих же шишках, на своих ошибках, и когда ты понимаешь, что вот этот человек, вот он пришел к тебе и боялся, да, что-то сделать, там, лишний раз, не посоветовавшись с тобой, а потом постепенно ты, там, говоришь ему, что ты уже можешь вот это сам, ты уже можешь вот это, и вот эта зона ответственности, которую он готов на себя взять, она вот все разрастается, увеличивается, потому что ответственность невозможно вменить, человек либо ее берет на себя и соглашается, и делает, да, потому что он взял на себя эту ответственность сам, ну, либо он не берет ее, да, и тогда все как бы не срастается, вот, поэтому вот у меня всегда такое к этому отношение, что, конечно, мне очень нравится, я вообще безумно кайфую от того, когда люди растут, да, вот мои сотрудники, и когда они хотят сами учиться, хотят сами что-то новое в свою собственную деятельность, да, вбирать, какие-то новые направления для себя открывать, ну, и, собственно, когда они берут на себя ответственность, потому что ответственность, это, наверное, самое главное вообще понятие в теме управления, я помню, когда я вот пришла только в ассоциацию, вот эти самые первые полгода, пока я жила только на работе, у меня физически просто болели плечи, ну, потому что она давит, это ответственность, и ты ходишь такой, и каждый раз, принимая решение, ну, принимать решение приходится постоянно, постоянно, да, то есть тебе приходят с вопросами, с вопросами, с вопросами, прими решение, прими решение, понимаешь, что, ну, это невозможно, можно взорваться, да, то есть какие-то решения люди должны начать, в конце концов, принимать самостоятельно, да, это вот тоже определенный процесс роста и директора, как директора, да, потому что это тоже вопрос делегирования и управления, да, то, как ты делегируешь ответственность, и вопрос роста сотрудников, потому что они начинают вот по мере своего, скажем так, профессионального роста, по мере того, как они чувствуют себя более уверенными в том, что они делают, они начинают, знаете, более готовыми к тому, чтобы делать что-то самостоятельно и принимать эти решения. Я помню, тоже вот первое, такой вот был у меня опыт, когда ко мне просто постоянно кто-то подходил, ну, невозможно сосредоточиться, поймать какой-то поток, написать что-то такое важное, сосредоточиться на документы, потому что люди постоянно приходят и что-то у тебя спрашивают, и какие-то вот у тебя там эти, и, ну, это надо останавливать, и ты просто либо в какой-то момент не становишься директором, да, не управляешь вот этим вот процессом, либо ты как бы начинаешь выстраивать систему, когда она вот выстраивается, ты понимаешь, да, все, уже здесь больше не валит, все хорошо, оно работает, и я вот сейчас знаю, что я могу уехать, я могу там какие-то вещи делегировать, и там первый мой отпуск, я уходила, конечно, со страхом, понимая, что там, ну, что-нибудь может случиться, а сейчас это, конечно, совсем все по-другому выглядит, и это, это радует. А как у вас подбирается коллектив, как вы вообще формировали, как вы объявления давали, как люди приходят, по идеологическим принципам, или все-таки это по найму сотрудники, люди приходят по идеологическим признакам, по найму, не бывает иначе, то есть, конечно, люди с идеей приходят, и либо, либо они приходят без идеи, ну, я их заряжаю, они остаются, либо они приходят без идеи, я их не могу зарядить, они уходят, потому что у нас, к сожалению, действительно, вот сейчас, самое главное, это ценности, вокруг которых мы строимся, вокруг которых вся работа строится, эти ценности должны быть разделены всеми, иначе, ну, мы не сможем работать вместе. Преимущественно, все-таки, по объявлениям приходят, люди сарафанной радио, там, знакомые, там, как вообще, вот они, это вот мое личное, я не люблю брать через знакомых, не люблю брать через знакомых людей, да, я, я люблю набирать по объявлениям, да, когда люди приходят, в коммерческой организации, да, то есть, условия, да, да, у нас есть аккаунт наш на HeadHunter, который нам тоже когда-то был предоставлен бесплатно, HeadHunter, и мы там размещаем, собственно, и вакансии фондов, которые входят в ассоциацию нашей вакансии, и вот, собственно, мы там размещаем эту вакансию, сейчас у нас уже, слава богу, появился специальный человек, HR, рекрутер, который профессионально это делает, потому что у нас в среднем на одну вакансию приходят 300 резюме, 300. Заранее знаешь, что это не коммерческая организация, да, то есть? Конечно, там написано, что это не коммерческая организация, там прописаны условия, да, это Москва, потому что здесь действительно, как бы, и сектор становится более привлекательным для людей, люди начинают понимать, что это такое, и вроде как бы многие приходят к тому, что, ну, хочется как-то работать со смыслом, да, не просто деньги зарабатывать, да, а делать что-то полезное, хорошее, поэтому действительно вакансии очень-очень популярны. И самые различные, да, то есть у меня, например, вакансию самую-самую такую вот начальную присылали резюме люди, которым там 50 лет, ну, то есть, а бывают, что очень нерелевантные ответы на наш запрос, но как бы вот очень разный контингент, очень разные резюмы, действительно их очень много. Если какая-то топовая позиция, вот мы подыскиваем руководителей фондов, там еще больше, там гораздо сложнее и точнее работа. И, конечно, как правило, вот в обычных некоммерческих организациях, да, я там сейчас не беру каких-то крупных самые структуры, в обычных некоммерческих организациях нет своего человека отдельного, который бы занимался только подбором кадров. Это огромная проблема. То есть, вот я просто, когда пережила вот этот сама стресс, когда мне нужно было троих людей найти за две недели, я поняла, что, ну, это просто, а, это очень тяжело. Ты просто вот выключаешься из остальных процессов и занимаешься только этим, особенно, когда человека нужно найти срочно, ввести его в курс дела, и, как бы, это же, ну, ты смотришь резюме, ты должен что-то понять про этого человека. А какой он? А где он работал? Какой у него есть опыт, да? Как-то просканировать его. Он приходит к тебе на собеседование, да? Нужно вот вообще понять про что, на что ему интересно, хочет ли он развиваться именно здесь, а не уйдет ли он действительно, да? Потому что у меня были случаи, когда ко мне на собеседование приходит мальчик, прекрасный просто выпускник МГУ, интересный, перспективный, я вижу в нем огромный потенциал, но я бы не взяла именно, потому что я знаю, что он у меня поработает полгода и уйдет. Я в него сейчас вложусь, да, и вот, ну, как-то чувствуется, уже потом, наверное, на каком-то интуитивном уровне, когда ты какое-то количество вот людей прособеседуешь, посмотришь, ну, как бы подходит он тебе, там, разделяет он твои какие-то идеи, ценности, ну, что-то можно спросить, а что-то можно, ну, понять, потому что мы же на собеседование приходим-то лучше, чем есть на самом деле в своей жизни, да? Это как на первое свидание практически, вот, поэтому, конечно, там, ну, бывает такое, что ты человека пособеседовал, он тебе понравился, а по факту оказывается, что нет. А вообще текучка большая или? У нас нет, у нас, у нас совсем нет, у нас был... HR взяли или изначально? Нет, как бы мне, у нас еще до HR перестала вот эта текучка происходить, у нас был сложный момент, когда ушел один из ключевых координаторов, и мы, как бы, то есть она вела проект один из флагманских наших, и, как бы, очень специфический, под который нужны такие знания, такие, которым я сама не соответствую, по честности, вот, то есть у меня требования к этому человеку были, ну, просто какие-то огромные, и мы очень долго искали, и мы даже вот попробовали, ну, одну девушку пригласили, поняли, что она по знаниям и по компетенциям, по своему опыту идеально подходит, а по ценностям нет, вот абсолютно, там пошли просто на первых же неделях какие-то странные вещи, именно такого ценностного характера, и, ну, мы были вынуждены расстаться, искать другого человека, но вот ради слава богу, сейчас нашли, уже все хорошо, но это правда, бывает сложно найти вот нужного человека, который, ну, действительно будет не просто, там, приходить и писать релизы, условно говоря, да, и тот же самый пиар, вот у меня девушка работает великолепнейшая, и это человек, который включается, готов подхватить какой-то проект, казалось бы, да, пиар, сиди себе, пиши, но ты понимаешь, что человек в команде, и она действительно вот откликается, у меня тоже вот был один такой прокол, когда я там взяла девушку, она пришла на фондрайзера, но при этом у нее было финансовое образование до этого, вот, и в какой-то момент мне нужна была помощь с какими-то таблицами, ну, срочным, я вот зашивалась, я говорю, помоги мне, пожалуйста, она сказала, это не моя работа, и она, нет, нет, это не команда, это не моя команда, ну, вот потом мы, конечно, расстались, и причем, ну, как бы, это было обоюдно, было понятно им и нам, и ей, что, ну, как бы, мы не сходимся, действительно, вы сказали, что это действительно не ее работа, ну, да, по факту не ее работа, то есть мы, ценность команды, вот, это одна из ценностей, на которых все строят, вот, строится это организация, сообщество, оно не может быть, вот, как бы, невозможно строить сообщество, будучи индивидуалистом, правда же? Ну, наверное, вот, поэтому, конечно, классно, когда там приходят люди на какую-то конкретную работу и могут только ее делать, уходить 6 часов, но я, вот, честно говоря, своих, свою прекрасную команду выгоняю с работы в 7 часов, то есть перерабатывать можно только директору, основным запрещено, вот, на что очень важно, ну, я стараюсь как-то беречь, беречь. Как-то баланс должен быть? Обязательно должен быть. А иначе люди забирают, что-то, конечно, можно, конечно, помочь, занять идеи, там, да? Конечно, нужно беречь себя, нужно уметь восстанавливаться, нужно стараться как-то находить правильный баланс между рабочим и личным, и вот мы тоже стараемся, я стараюсь как-то свою команду сплочать, да, там, мы куда-то вместе ходим, стараемся как-то проводить время, да, у нас есть, конечно, формальные вещи, у нас есть планерки, которые проходят сейчас не так регулярно, но обычно там раз в неделю мы встречаемся, это вот два часа времени, когда мы разговариваем, это, я тоже помню, как они, как они вот эволюционировали вместе с эволюцией нашей команды, с первого времени у нас были такие планерки, когда люди жаловались, нужно было выговориться, приходили такие к маме, пожаловаться на то, как жизнь тяжела, как жизнь тяжела, вот, сейчас, конечно, это все по-другому, и мы растем, мы меняемся, у нас есть система управления задачами, планфикс, это очень удобно, с удовольствием, слава богу, у нас в команде такие люди, помимо того, что духовно-идейные команды, но еще очень системные, и систематизирующие все вокруг себя, поэтому внедрение, например, такой вот системы управления задачами у нас прошло абсолютно безболезненно, все на ура ее, в общем, достаточно восприняли, это очень удобно, то есть, например, вот у нас есть проект, да, вот мы сейчас проводили чемпионат по решению кейсов в сфере НКО, это мероприятие, да, которому нужно определенным образом подготовиться, там еще было предварительное мероприятие, да, перед ним, и вот мы, как бы, понятно, что это очень удобная просто оболочка, когда ты понимаешь, вот открываешь этот план фикс, и у тебя там есть, соответственно, задачи, подзадачи, чек-листы, кто за что отвечает, где какие сроки, где что нужно закупить, все документы по проекту в одном месте собраны, то есть, можно что-то систематизировать, хранить, ничего не потеряется, ничего не заботится, да, ты там уже вечером перед мероприятием сел, проверил, как бы, что как, все ли хорошо, все ли подготовили, ну, в общем, это очень сильно упрощает жизнь руководителя, как мне кажется, то есть, я фанат вообще всякой систематизации, и я считаю, что это упрощает вообще жизнь всем, главное, к этому привыкнуть, и начать вот в этом работать, есть процессы, которые можно просто там встраивать, и выстраивать внутри, как бы, системы, конечно, у нас есть еще там чатики внутренние, где мы просто что-то обсуждаем, скидываем иногда какие-то интересные вещи или фотографии, но на самом деле больше на профессиональную, на рабочую нашу тему, и, конечно, стараемся, чтобы основная какая-то вот вещь, основные вещи, скажем так, по задачам проходили не через чаты, а все-таки через планфикс, потому что что-то забывается, кто-то что-то, да, там все зафиксировано, все четко, может зайти в любой момент, перепроверить себя, это оно само тебе напомнит, если ты что-то забыл делать, да, там все как бы очень структурно, и... Это платная система, здесь на сайте написано создать бесплатный аккаунт для своей компании? Да, там можно составить бесплатный аккаунт на пять сотрудников, то есть если у вас небольшие... Пять сотрудников бесплатно, бессрочно, то есть вы можете, если у вас там не очень много людей, которые работают как раз именно вот в системе задач, какие-то координаторы, менеджеры проекта, Google, я не знаю, там Google календарем мы, конечно, пользуемся, у нас там какие-то отдельные сервисы, Google доки и все остальное, а это именно система управления задачами, это да, это такое, там есть и контакты, то есть небольшая такая CRM, которая для нас, она достаточно, потому что у нас не очень большое количество, то есть это не... Там есть фонды, которым нужна там отдельная, вообще только под них прописана история, там что-то донор, доноры, да, и какие-то широкая сеть партнеров, у нас немножко это все попроще, поэтому нам вот эта история абсолютно хватило, и она самое главное, что это как конструктор, она очень настраиваемая, то есть ты можешь определить, что тебе нужно там внутри, и убрать лишнее, как бы просто, ну как бы на стар... Опять же, как любая система, на старте настраиваешь, потом оно работает под тебя, как бы хорошо и быстро бегает. То есть если 5 сотрудников бесплатно, все окей, можно работать. У меня вопрос. Вы говорили о сотрудниках, что вот кто-то подошел, кто-то не подошел, а вы могли бы рассказать о ценностях ваших, вот именно таких, которые вот нужно, не глобальных, а вот более понятных конкретным людям? Да, о ценности, да. У нас есть базовые вещи, у которых в принципе все строится. Это открытость, это доверие, это взаимопомощь, это командность. Я могу долго еще перечислять, но это вот базовые вещи, без которых, наверное, сложно что-то строить вообще в принципе в любой организации. Ну просто я в них настолько верю, это настолько мне близко и откликается, что я когда сталкиваюсь с людьми, которые их не разделяют, я очень сильно удивляюсь. Я, конечно, не авторитарный руководитель, да, то есть у нас, это сейчас, наверное, у нас все странно прозвучало, да, но у нас действительно, вот, например, даже на планерках бывают случаи, когда там команда не согласна с каким-то решением, да, и мы просто коррегулиально что-то обсуждаем. Мне очень важно, чтобы люди разделили в итоге, да, то есть, если я их не могу убедить в каком-то своем решении, ну мы как бы думаем, как это сделать так, чтобы это устроило всех. То есть у нас очень, на самом деле, демократическая структура, даже внутри, как бы не говоря уже, да, там про наш там общесобрание, совет, вот это вот все, а внутри организации у нас тоже достаточно все демократично. Там есть, конечно, решения, которые, в принципе, ну, как бы принимаются только мной, а есть вещи, которые обсуждаются с коллективом. Мне очень важно, чтобы те люди, которые у нас работали, действительно все эти решения разделяли, и они, ну, как бы были согласны внутри себя на то, что они вот это делают. Как вы понимаете, что вот это вот ваша цель, ваша задача, как фонда или как... Как ассоциация. Или это не ваше? Вот как это происходит, отбор или как это... Ну, на самом деле, это очень хороший вопрос, потому что, когда я пришла, как мне кажется, у нас в ассоциации из проектов был такой небольшой винегрет. Ну, то есть они очень разные, они разнонаправленные, они порой даже, в общем-то, и непрофильные. И вот у нас произошла такая достаточно серьезная, можно сказать, реорганизация, потому что мы вот наш проект «Лавка радостей» вывели в отдельный фонд. Теперь это самостоятельный благотворительный фонд «Лавка радостей». То есть благотворительные магазины и ассоциации, это отдельная история, да. Плюс у нас был такой проект, очень милый, очень камерный, очень теплый, уютка. Там женщины, рукодельницы собирались для того, чтобы что-то шить, вязать для недоношенных, в дома престарелых, какие-то такие вот вещи своими руками. Это волонтеры, которые, ну, как правило, уже там серебряного возраста, которых не всегда есть возможность помочь деньгами, но они могут прийти и помочь просто своими руками, и это действительно будет ценно и важно. Ну, казалось бы, да, тоже вот ассоциация и уютка. Проект классный, ну, безумно теплый, очень душевный, вот. И мы тоже его вывели в «Лавку радости», в конце концов, да, то есть он там смотрится очень логично, потому что они что-то шьют, соответственно, для подопечных фондов, наших же фондов, да, которые входят в ассоциацию, а что-то они делают, там, каких-то зайцев, или там сумочки, эко-мешочки какие-то, да, там, на продажу, они идут там, в «Лавке радости» рядышком могут быть проданы, и это помогает проекту существовать, самоокупаться, в том числе, что немаловажно, потому что тоже не очень понятная штука для того, чтобы собирать на них просто пожертвования, да, то есть мы же не вылечим Петю. А на самом деле материалы очень многие нам так отдают. У нас есть очень большой, очень постоянный, достаточно уже донор, сеть гипермаркетов Леонардо, например. Они нам дают просто в большом количестве всего, очень много просто люди привозят, очень много там просто люди какие-то покупают, присылают, ну, то есть на самом деле, как ни странно, мы практически не покупаем материалы для этого проекта. Разные, да, а есть такой, только новый, это вот хорошо. Есть вещи, конечно, которые под конкретный мастер-класс, вот они делают, например, брошки какие-то, да, там им нужны заготовки, там, или еще что-то там, какое-то особенное, да, какие-то особенные вещи, но что-то, да, там просто люди приносят сами на этот мастер-класс, что-то там, ну, закупают, ну, на самом деле, практически не закупают. Я хотела спросить, чего, я могу сейчас говорить в эту тему немножко, сама, ну, финансовая сторона жизни ассоциация, это, ну, не знаю, какие-то членские взносы фондов, или вы отдельно собираете на это, это такой, ну, немаловажный момент, на это собрать сложно, это вроде как получается, совсем не пиарная история, вот, коммуникация в эту сторону, прям, сложно работать. Да, конечно, собирать, какие деньги вы тут Я поняла, да, вопрос. У нас есть членские взносы, они совсем небольшие, они составляют, там, меньше 10% нашего годового бюджета, то есть это далеко не основной источник финансирования, самое основное у нас это гранты, конечно, мы получаем гранты, мы делаем проекты грантовые, и, конечно, у нас есть лавка радостей, без которой мы бы вообще уже, наверное, не существовали, это основной источник. То есть радости дают некие, но это как социальный бизнес получается. Это да, это социальное предпринимательство, конечно, они помогают нам вообще существовать. То есть благодаря вообще появлению лавки радостей у нас появилась такая ресурсная поддержка для фондов, потому что без этого, конечно, да, денег на это было бы и не найти. У вас ассоциация, это не единый бюджет, или каждый из 54, они отдельно тоже существуют? Все фонды существуют отдельно. Ассоциация, это отдельное юридическое лицо, это организация, у которой свой бюджет, и мы обязательно, в обязательном порядке этот бюджет на год принимаем общим собранием всех членов ассоциации. В конце года мы, соответственно, отчитываемся, как мы эти деньги потратили, да, соответственно, мы принимаем, опять же... А вот эта лавка радости, как бы она отдельная, что же получается? Теперь это юридическое лицо отдельное, да, то есть они просто переводят пожертвования. Часть? Да, ну да, у них есть определенные свои проекты, то есть это же фонд благотворительный, они открыли прекрасный проект Феникс, это уникальный проект, который помогает пострадавшим при пожарах. Такого вообще еще не было в России, вот они запустили такую прекрасную программу. А они по России вообще не помогли? А они, вот, например, сейчас было наводнение в Тулуне, в Иркутской области, они там помогали, то есть их координатор туда выезжала, ну просто это чрезвычайное происшествие. То есть к ним можно обращаться в плане, допустим, вот семья многодетная сгорела, допустим, у них там тяжелая ситуация, там не может быть, письмо выйти, да? Да, да, конечно, потому что лавка радости собирает одежду, понятно, что они могут помочь на одной из стадей доходов, ну не доходов, скажем так, то на что вы существуете, это гранты. И грантодатели у вас это одни и те же, то есть они как бы на регулярной основе или это все время к разным каким-то обращается? Вообще, вы знаете, на самом деле количество грантодателей в России очень сильно ограничено, особенно по тех, которые работают вот по какой-то такой теме развития благотворительности. По нашей теме очень мало кто помогает, то есть там немножко больше организаций, например, которые помогают теме сиротства, да, могут давать гранты. Потому что у каждого грантодателя свое определенное зафиксированное количество направлений, по которым они готовы оказывать поддержку. И, ну, конечно, у нас не такой большой выбор. Ну, то есть они повторяются, то есть они могут одни и те же грантодатели вам неоднократно давать? Ну, я не могу сказать, что это прям неоднократно, и так часто и много, к сожалению. Но, действительно, мы вынуждены обращаться к одним и тем же. Фонд президентских грантов, который раздает по всей России деньги, конечно же, мы всегда, это ни в коем случае не гарантируем, что мы в следующий раз получим, то есть каждый раз мы, это конкурсная основа, и каждый раз это, наоборот, нужно доказать, что ты достоин, ты вот уже сделал один проект, а почему ты еще должен получить? Это же, конечно же, они на это смотрят. То есть фонд президентских грантов, они исходят из позиции, что мы как бы даем сейчас грант, но в принципе организация должна уметь существовать самостоятельно, поэтому никто не дает грантов на долгий период времени, или на развитие какое-то, на закрытие каких-то административных, но сейчас есть отдельные фонды, которые там... На развитие, да, но это не в нашей теме, к сожалению. Да, там узкоспециализированная история. Поэтому, да, мы, конечно, стараемся... Гранты получаете на ассоциацию, как на отдельную, юридуацию, или на отдельные свои ассоциалисты? Смотрите, да, мы на ассоциацию, конечно же, получаем гранты, да, с фонды каждый сам по себе подает какие-то свои гранты или не подает, это там внутреннее решение фондов, кто-то вообще никуда не подается, да, занимается только какими-то фандрайзингами, другими. Нет, это никак не связано, никак не связано. У нас есть, например, очень большой проект, который уже третий год существует, и вот, собственно, третий год поддерживается фонда президентских грантов. С самого начала он назывался «Все вместе против мошенников», потом мы его переименовали во «Все вместе за разумную помощь». Это фонд, это проект, который помогает, ну, который борется против мошенничества, благотворительности. То есть у нас, наверняка, знаете, да, ходят по электричкам, вот эти вот гастролеры с коробками, да, сейчас огромное количество всяких токсичных сборов в интернете, «Помогите, спасите, а то завтра умрет». Вот это вот все крупным капслоком с жалостной фотографией. Начинаешь гуглить эту фотографию, оказывается, что девочка Арина вдруг оказалась девочкой Машей три года назад в другом месте и другие люди на другую карту на эту же фотографию собирали, да. То есть люди, мы стараемся рассказывать людям о том, как вообще, в принципе, не попадаться. Да, мы стараемся рассказывать людям, потому что, конечно же, есть определенные вещи, которые могут быть в уголовном поле разрешены, да. Вот мы работали, работали, наверное, около двух лет с Госдумой для того, чтобы разработать законопроект, о внесении изменений в законно-благотворительной деятельности, который регулирует как раз порядок сборов в ящике копилки. Да, этот законопроект сейчас прошел первое чтение в октябре, в ноябре будет второе чтение, и мы очень надеемся, что он с 1 января будет уже, вступит в силу. Если это произойдет, то мы хотя бы сможем как-то регулировать и останавливать тех людей, которые просто... Ну, то есть сейчас по закону, ну, любой человек, вот я могу выйти на улицу, взять прозрачный, прозрачный сбор, прозрачный ящик, налепить туда любую фотографию, и мне за это ничего не будет. Вообще ничего. То есть это законам не запрещено. А, соответственно, если это законопроект «Дас Богу» будет принят, то просто будет... Ящики никто не запретит, им можно пользоваться. Но, если, соответственно, это ящик для сбора пожертвований, то это он может... Во-первых, давайте я расскажу. Во-первых, этим ящиками могут пользоваться только некоммерческие организации, в которых в уставе прописано благотворительные деятельности. То есть, условно говоря, «О-о-о» кавычки открываются некоммерческая организация «Милосердие», что я лично встречала, смешно. «О-о-о» некоммерческая организация. Да, я вот однажды мне такие документы показывали. Не сможет это делать. Соответственно, второй момент. Ящики могут быть... В законе зафиксировано, что они переносные и стационарные. Если это стационарный ящик, то должен быть заключен договор с администрацией, с владельцами помещения, где он установлен. Соответственно, если это торговый центр, если это какой-то, не знаю, магазин или любое другое помещение, то организация должен быть договор. Ящик, естественно, любой ящик, неважно, переносной или этот, должен быть опечатан. Он должен быть опечатан по акту, где прописано, да, люди должны подписаться, что да, мы видели, как его опечатали. Номер пломбы стоит такой-то. и вскрыт должен быть по акту, где тоже люди из комиссии независимых, в том числе, там, от представителя организации, которая этот ящик у себя установила, да, вместе посчитали деньги, расписались в этом акте, и организация у себя на сайте выложила информацию, что вот акт, мы собрали х рублей, вот отчет, мы внесли эти деньги на счет на следующий день, и, соответственно, деньги потратили сюда. Тогда это будет прозрачно и честно, и нормально, да, соответственно, если это переносной ящик, то должны быть документы, которые подтверждают проведение акции. То есть нельзя просто будет выйти на перекресток, встать и начать вот это вот помогите, помогите. Соответственно, должно быть разрешение от муниципалитета, от администрации парка, ну, вот от того, кто отвечает за конкретно вот эту территорию, по которой ты ходишь, если это электричка, ну, тогда ищите концы, кто отвечает за это и получайте разрешение. Я хотела уточнить про обучение. Вы говорите, что достаточно сложно найти тут обучение, все-таки, потому что сейчас есть на рынке, можешь прокомментировать, но тоже обучение там от фонда «Друзья» и так далее, и так далее. Ну, вообще, от фонда «Друзья», у них есть разные форматы, как вы знаете, у них есть разовые семинары какие-то, которые регулярно проходят с разными экспертами, есть большая вот эта вот годичная программа, которая даст совместность с вышкой школы профессиональной филантропии. Они очень хорошие отзывы, просто шикарные отзывы от тех людей, которые прошли первую волну. Да, поэтому я думаю, что она хорошая, я на ней не училась. Есть разовые семинары, но опять же, надо смотреть, кто спикер этого семинара, насколько этот семинар интересен именно вам, то есть программа, да, потому что бывают случаи, когда я прихожу на семинар и потом понимаю, что мне неинтересно, но на самом-то деле я могла бы понять это еще как бы по анонсу, да, ну, то есть это, они все рассчитаны на разный уровень пользователя, да, слушателя, и понятно, что какие-то вещи там мне уже неинтересны, а кому-то они вот прям вау, то есть разные есть программы. Есть, я не знаю, будет сейчас или не будет, очень хорошая образовательная программа у D-Group Social. Это Евгений Горькаев, они тоже проводят на конкурсной основе отбор руководителей НКО, сотрудников НКО, которые могут пройти у них вот эту вот обучающую программу. Я на ней училась. Тоже вот можно посмотреть какие-то их мероприятия. D-Group Social, Development Group, Евгений Горькаев, у них, эта программа, на которой я училась, называлась Про НКО 2.0. Ну, может быть, они какие-то другие программы сейчас, потому что я знаю, что они тоже получили президентский грант на какие-то образовательные программы и скоро вот эту прекрасную всю историю анонсируют. Более того, они проводят и провели исследование потребностей НКО в образовательных услугах, то есть они как бы такую обратную связь большую собрали, я думаю, что что-то очень интересное выдадут и очень жду. Вот сейчас прекрасно я сама училась школа оценки 3 в 1. Это проводит Сибирский центр поддержки общественных инициатив, это там шикарные эксперты по оценке привлекаются, и у них у самих есть, и, ну, это вот программа специализированная, узконаправленная, которая тоже, в общем, Сибирский центр поддержки общественных инициатив, школа оценки 3 в 1. Я не знаю, будут ли они запускать ее еще раз, я вот просто вот сама буквально недавно не училась, это хорошая, очень такая возможность познакомиться с системой оценки, они дают очень системно всю информацию, они там сначала блок теоретический, потом практически, когда нас с организацией попарно соединяет, и мы проводим оценку проектов друг друга, потом какой-то там еще следующий этап обучения, то есть прямо вот системная такая вот штука, очень интересная. Что еще из интересного можно сказать? Ну, есть, например, летняя школа в высшей школе экономики, это такая недельная программа, за которую можно получить сертификат, они проводят ее каждый год, и, в общем, тоже многим НКО, интересно, они привозят туда, привозят даже туда людей из регионов. Вот, есть регулярные семинары в Московском доме общественных организаций, то, что делает ресурсный центр НКО Москвы. Тоже надо смотреть, что вам из этого интересно, какие спикеры вам из них интересны, потому что, да, что-то может совпасть, а что-то может не совпасть. Вот, там есть очень хорошие спикеры, которые опытные, которые действительно можно слушать, и... Ну, есть и не очень. Вот, есть люди, которые... Там можно получить какие-то консультации отдельные тоже, да, на базе этого ресурсного центра. То есть, возможностей много. Есть вебинары, которые проводят, например, платформа «Кислород». Есть такая, не очень давно появилась, но, в общем, они достаточно активно внедряются, развиваются, тоже находят хороших экспертов. Есть, не знаю, региональные истории, например, школа региональных экспертов. Тоже очень классная штука, к которой я просто была счастлива, что попала. Они проводят обучение, находят экспертов со всей России и находят, точнее, даже, может быть, еще не совсем экспертов, но, в общем, подтягивают их, дотягивают их до экспертов. То есть, учат упаковать свой экспертный продукт, сформулировать какое-то свое предложение, выступать с какой-то темой. То есть, это тоже очень хорошая, интересная возможность для некоммерческих организаций. Где-то я еще училась. Ну, вот стажировка, на которой я ездила, это проводит фонд КАФ. Сейчас, не знаю, закончилось или не закончилось. Недавно я видела, что было объявление новой волны, ну, вот эту стажировку. Стажировка с Англией. Это потрясающий просто опыт, когда ты, вот я ездила в Эдинбург, в ассоциацию местную. Это безумное количество просто вдохновения, да, которым можно набраться, идей, да, посмотреть, как люди работают там. Вообще, мне кажется, что стажировка и практический опыт, это безумно ценно, намного ценнее, чем вот семинар двухчасовой, на котором ты посидишь, послушаешь и уйдешь, да, когда вот есть, люди обмениваются опытом, это безумно круто. Я знаю, что проводят еще какие-то стажировки региональному уровню, агентство социальной информации привозило регулярно сюда людей из регионов, там, в том числе, они ко мне приходили там на как часть стажировки. Вот. Мне кажется, что это тоже очень хорошие такие возможности, программы. Есть такой тоже молодой эксперт из школы региональных экспертов, Егор, Егор Рафиков, он создал телеграм-канал «Капитан Грантов». И в том числе, он туда, он там пишет регулярно каких-то возможностей грантовых, и в том числе, каких-то возможностей стажировок. То есть, можно тоже зайти и вот как источник информации его использовать. Есть, сейчас тоже появилась в филантропе целая, мне кажется, колонка, которую ведет тоже Олеся Родилова из Санкт-Петербурга, и пишет там о возможностях для стажировок, для лидеров некоммерческих организаций, активистов, международных в том числе. То есть, можно смотреть, под какие-то свои темы брать что-то интересное для себя. А вот есть у Вашего фонда ассоциаций какой-то план развития? Почему Вы стремитесь, к тому же Вы хотели, к тому же Вы хотели, к тому же Вашей командой все, какая идея, перспектива? На самом деле, это тоже очень хороший вопрос. Вы сегодня задаете очень хорошие вопросы. Нам уже официально 10 лет. И за эти 10 лет у нас периодически происходит такое вот возвращение к вопросу самоидентификации, а кто мы, а чего мы вообще хотим дальше делать, чем мы будем дальше заниматься, какая основная цель. Потому что за этот период, как я вот рассказывала, цели были разные. В какой-то момент мы вообще думали, что мы должны быть единой точкой входа для фондов. То есть, условно говоря, человек сломал ногу, он звонит нам, и мы ему говорим, куда идти. Это вот такая точка входа. Потом эта история как-то отвалилась, и нам до сих пор звонят и спрашивают, потому что у нас на сайте висят все названия фондов, и люди все равно звонят в любом случае. Но это не главная наша цель, и мы не ради этого сейчас существуем. То есть, это эволюционирующая история. И, конечно, за последние два года, как я уже рассказывала, у нас это выделение непрофильных активов, отдельное юрлицо прошло. Мы там немножко переформатировали, появились новые проекты, появились консалтинговые, кадровые, коучинговые, какие-то вот такие. И, конечно, мы это все пересматриваем периодически. На следующий год, как раз у нас будет общее собрание, в декабре мы будем принимать, соответственно, новый план развития на следующий год. У нас это происходит каждый год в обязательном порядке. и, естественно, отчитываемся о том, что было сделано. Как бы такой стратегический план у нас был несколько лет назад принят. В общем, это все в него укладывается, все, что мы делаем. То есть он такой более общий, а вот уже какие-то частности под проекты, оно до, ну, как бы, это живое достаточно организм. И я всегда стараюсь, даже вот, вижу кого-нибудь из фондов, начинаю у них спрашивать, а что им надо, а что они хотят. То есть собирать обратную связь, что самое ценное, что самое главное из наших проектов, что, от чего они точно не могут отказаться. Мы пытались сделать какие-то онлайн-опросы на эту тему, там, собирать какие-то какую-то обратную связь. Но все-таки живое общение, оно дает гораздо больше информации, потому что, ну, в онлайн-анкете, мы все-таки сообщество, мы любим разговаривать друг с другом, поэтому онлайн-анкеты дают гораздо меньше такого вот ценных идей. В том числе, да, вот, разговариваешь с фондом, а он говорит, ну, для нас было бы хорошо, чтобы вы нам помогали информационно, больше информационной поддержки. Мы понимаем, что да, классно, мы можем сделать вот это, вот это, вот это, да, мы можем действительно как бы фонды больше, мы можем фонды больше поддерживать информационно, если это тренд, это будет развиваться в эту сторону. Да, просто это должен, да, это должен быть отклик от фондов, не то, что мы тут вот сами решили, что так, мы хотим вот это делать. С командой сели, посовещались на планерке и решили. Вот, а хочется, чтобы это все было ценно. Есть такой, на самом деле, момент, обратной связи хочется, потому что, да, когда ты, например, вот работаешь в НКО, собираешь на лечение ребенка, да, собрали, воодушевились, вылечили, классно, вот он, да, это ты как бы можешь даже не просить спасибо, да, чтобы тебе сказали. А другое дело, когда ты вот работаешь в инфраструктурной организации, где не такие заметные вот так вот сходу, может быть, результаты, да, это, поэтому очень ценно получать, я люблю критику, например, я действительно считаю, что это развивает, когда тебя, когда тебе говорят, что ты вот тут вот, лучше сделай вот так, да, я понимаю, что ты можешь на этом расти, вот, и любая обратная связь для меня лично очень цена, поэтому я всегда стараюсь ее как бы всеми возможными способами получать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что самое главное, зачем это у вас ассоциация? То есть каждый из благотворительных фондов, наверное, есть какие-то основные постулаты, да, ну, какие-то важные, как вы выделите? Да, ну, я думаю, что, конечно, могут быть разные мотивации, потому что у нас есть ресурсная поддержка, да, кто-то может за этим приходить. Есть самая, наверное, главная вещь, которую, ну, вот, я же задаю этот вопрос тоже фондам, которые к нам приходят, и, наверное, то, что я чаще всего слышу, мне это отрадно, что люди говорят, что они хотят быть частью сообщества, что им важно быть во всем месте, да, то есть это вот этот логотип наш, да, который можно к себе на сайт поставить. Это, да, например, у меня был случай, когда к нам пришел один фонд из другого региона, и я им объясняла, что, ну, мы не можем взять, потому что у нас там, мы вообще строимся тоже, вот, работа с фондами на том, что у нас равный доступ ко всем возможностям, которые мы даем, у всех фондов, а если фонд из региона, он не сможет получать, например, какую-то нашу ресурсную помощь, он не сможет участвовать в наших встречах онлайн, оффлайн, он не сможет, ну, действительно, это очень серьезное ограничение. Да, у нас только московские фонды, я им объясняю, что, ну, вот вы не сможете это получать, они говорят, нет, мы хотим, мы хотим просто быть частью сообщества, ну, пожалуйста, возьмите, но вот у нас, к сожалению, все-таки мы приняли решение, пока были тоже долгие дискуссии на эту тему, как бы приняли пока решение, что не готовы принимать региональный фонд еще, потому что все-таки нам хочется хорошо знать этих людей, с одной стороны, да, чтобы они действительно включались в какую-то нашу жизнь, общение и все остальное, а с другой стороны, мы можем не видеть, что происходит в регионах, и нам все-таки важно, чтобы те фонды, которые к нам входят, ну, это наша общая репутация, все-таки быть во всемисти, это репутация некоторая, да, поэтому когда, ну, это риск некоторый, который, ну, понятно, что есть ли, есть фонды прекраснейшие в регионах, которые мы знаем, есть фонды, с которыми работают наши фонды-члены, там, шикарные люди, я сама многих знаю, люблю искренне, но просто, опять же, если мы говорим про такой базовый принцип равноправия, да, равных возможностей, принять какой-то один фонд, потому что мы его знаем, и не дать возможности, в принципе, вот как бы, то есть, это будет очень сложно, да, и мы боимся, что мы не справимся с, ну, вот этим потоком, мы не сможем достаточно хорошо включать людей, вот, в наше, наше сообщество, что хочется, чтобы люди интегрировались, потому что на самом деле 54, это с одной стороны мало, с другой стороны все-таки много, 54, 54, 54, ну, это просто так сложилось исторически, да, у нас, у нас был случай, когда два фонда, например, объединились, так сказать, последний был фонд. У нас был последний, последнее общее собрание было в апреле, вот, и мы там приняли два фонда. Да, это вот в апреле. Следующий, ну, то есть, получается, что как, то есть, мы собираем, копим эти заявки на уступление, потом на ближайшем совете, перед вот общим собранием, мы как бы за них голосуем на совете, и потом уже на общем собрании мы принимаем. Как правило, у нас общее собрание проходит два раза в год, потому что нужно утвердить бюджет на следующий год, и нужно принять отчет за предыдущий год. Ну, это вот такие прям суперважные вещи, которые просто не могут существовать без общего собрания. И мы стараемся просто остальные какие-то процедурные вещи, ну, тоже вот, там, открытие новых программ или, там, не знаю, принятие новых членов, то, что может подождать, мы стараемся вот делать, потому что всех сложно собрать все-таки вместе, а это должно быть там две трети обязательных голосов, поэтому тоже заранее анонсируем все, собираемся, встречаемся.